В преддверии Дня защитника Отечества для первокурсников Ненецкого профессионального училища провели урок мужества. Студентам рассказали о подвигах военнослужащих в современном российском оружии и о том, насколько важна служба в армии. Александра Литкова расскажет подробнее. Собидим, к себе готов. Огонь! Пострелять из настоящего оружия рад любой мальчишка, особенно тот, кто еще не отслужил в армии. Традиционный урок мужества – отличная возможность узнать теорию и отработать навыки на практике. Сегодня ребята попробуют, пощупают сами, что такое наше советско-российское оружие и попробуют тот эффект, насколько оно мощное. А наше оружие самое мощное, российское, и офицеры наши самые лучшие. Ребят научат тому, что им пригодится на всю жизнь. Альбина Поздеева – одна из двух девушек, которые обучаются в училище на автомехаников. Взять в руки оружие девушка не решилась, но в будущем не исключает, что может пойти служить. Я никогда не видела оружие вблизи, не трогала его, не знала, что это. Ну, я в моих только выигры фемералы. Было интересно, я задумывалась об этом тоже, что же потом пойти в армию по окончанию учебы, но не знаю. Приобрести оружие, на котором практиковались студенты, региональной общественной организации «ЩИТ» удалось за счет окружного гранта. Рассказывая ребятам о советской и российской боевой технике, Андрей Рушников отметил о важности служения в армии. Сегодня поколение ветеранов Великой Отечественной войны уходит, осталось поколение ветеранов Афганистана, первой и второй чеченской кампании. И мы видим наш долг обучить и показать, и рассказать ребятам, для чего это необходимо. О своей военной службе ребятам рассказал и председатель окружного собрания депутатов Александр Лутовинов. Парламентарий также добавил, что в нашем регионе практически нет уклонистов. И мы этим гордимся. Значит, у нас молодежь хорошая, ребята и девушки замечательные. Поэтому мы хотим им пожелать быть настоящими гражданами нашей страны, настоящими патриотами. Уроки мужества проводятся в учреждениях округа не только в канун Дня защитника Отечества, но и к 15 февраля – к дню вывода советских войск из Афганистана и к дню победы 9 мая. Александра Литкова, Владислав Носкин, Деликанал «Север».